Здарова, народ! Сегодня мы собрались на улицу Молки в Деренбург с очень интересным человеком. Сегодня будет очень интересный выпуск. Все потому, что у нас сегодня в гостях производитель табака ЗР. Здравствуйте. Добрый день. Сделаем вид, что мы первым светимся, не здороваемся вообще. Только вот пришли и сразу начали снимать. Сейчас тебе будут заданы вопросы. Некоторые будут такие щепетильные, а некоторые не очень. Посмотрим, насколько честно ты ответишь или ответишь ли на все. Начнем с простого. Есть ли какая-то расшифровка аббревиатуре ЗР? Да, конечно, есть. ЗР премиум расшифровывается «Запомни реальность». Почему я думал, что ты инициалы имени и фамилии? Ну, потому что ты думал. Не, на самом деле это «Запомни реальность». А почему премиум? Премиум подчеркивает сегмент компании, то, что продукт качественный, премиум класса. Сделан из очень качественного сырья, то есть все, что используется, все премиального уровня. А больше никаких там подводных камней с названием, ни с чем такого, просто запомни реальность. А почему было именно выбрано именно это название? И были ли какие-то еще там варианты другие? Ну, вообще, изначально, когда название придумывали, думали, куда пойти, в какое направление с этим названием. Но, на самом деле, да, часть правды есть в этом, то, что это инициалы. Ну, а потом отошли от инициалов и просто пришли к «Запомни реальность». А почему нигде не говорите об этом, то, что «Запомни реальность»? Я, допустим, не знал. Это маска и СР премиум. Ну, потому что это пришло буквально месяц назад. А, то есть изначально это просто было название, а потом уже так надо что-то придумать. То есть, ну, изначально это было просто название, а потом под него надо что-то уже придумать. Звучно, звучит, СР, это достаточно так на слуху запоминается. Знаешь, почему плохо? Потому что там есть Р. 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 СР. Ну, даже из-за того, что там есть Р и плохо, и некоторые выговаривают, они будут злиться над этим и вспоминаются еще лучше потом. Да, а потом будут писать, что блогеры мутаки, что как-то это. Окей, как пришли к идее заниматься производством табака? Да, я не знаю, работали с розничной торговлей, работали с кальянами, открывал свою кальяну. Да, да и хочется что-то делать свое в итоге. То есть, просто вы бы гостили, курили кальянские, давайте табак сделаем. Да. Да, практически то же самое. То есть, я думал, там тоже, знаешь, под какую-то музыку, такой философский вечер, ребята, нужно думать о будущем, давайте. Да, нужно думать о будущем, напились чай под философскую музыку, сидели, курили кальян, медитировали, и давайте сделаем табак. Давай. Да и пробовали, делали, экспериментировали. Сколько людей стояло у истоков? У истоков? Трое. Сколько у вас сидело вот так вот людей, и такие, давайте табак сделаем? Трое. Трое? Да. А кто это, помимо тебя? Да, в принципе, уже не имеет значения. Да, они уже не работают. Да. Вот сейчас финансовый вопрос. Какую сумму нужно потратить, чтобы начать массовое производство табака? Вот я, допустим, сижу такой, у меня есть 5000 рублей. Я такой, надо табак сделать. Сколько мне не хватает? Вот это тебе практически хватает, ты можешь пойти и попробовать что-то себе сделать, то есть какой-то там маленький объем. Это же все продается в магазинах, вон в свободном доступе, пожалуйста, отдельно любое сырье, какое хочешь, покупаешь. То, что там нужно кучу ароматизаторов купить, которые покупаются только в канистрах, все перепробовать. Ну, кучу ароматизаторов, все это надо перепробовать, поэтому идет вопрос, что ты хочешь огромное производство сделать и сразу запустить, допустим, 100 вкусов, или ты хочешь попробовать сделать там один вкус какой-нибудь и на него, соответственно, не надо много денег. А есть ли вариант, что я там... Просто ты потратишь 2000 рублей, потом они у тебя оконечутся, у тебя ничего не получится, и все, и останешься без табака, без 2000 рублей. Были сделать так, что я бы условно 10 тысяч рублей сделал небольшую партию откровенного говна, поставил его в магазин, его все скупили, ну, потому что, типа, новые продукты, цепиарили, все дела, а потом на эти деньги начинаю нормально делать. Ну, как подойдешь, как получится, если... То есть, я не испортил все отношения к себе уже, изначально. Ну, да, не факт, что потом получится сделать новую партию и продать ее заново. То есть, не обязательно иметь огромное количество денег, чтобы начать производство. Ну, в каком производстве речь, смотря, идет, если говорить там о масштабах, там... Проще говоря, как у вас все это начиналось? Ну, у нас начиналось не с огромных сумм, там, не в миллионы долларов побеньше, в миллионах рублей цифры были, но просто есть масштабы, допустим, производимости тонна в неделю, там, 2-5 тонн в неделю, а есть производимость, там, 100 килограмм в месяц, например. И вот, смотря, какой производимости хочешь, ну... А сколько в европарате было? Да, по-моему, первый месяц мы продали в районе, там, 200 килограмм, что-то такое. А, ну, не особо много, да, 500 килограммов, чтобы ездить? То есть, мы сделали производимость, там, у нас было в районе около тонны, но за первый месяц, вчитывая, что никто не знал о продукте, мы, там, небольшой объем продали. Вот, но на тот момент мы вовремя, как бы, зашли, и то, что там и фестивали как раз были на нас, и, ну, быстро, маленько нас узнали, и потом объемы увеличились. То есть, во что лучше вкладываться? Сразу в рекламу, то есть, там, условно, у блогеров рекламу покупать, у кого-то еще рекламу покупать, в группах ВКонтакте или проще? То есть, в ней раз потратится на фест и касается там. Да, блин, потратится на все приходится, и на фест, и на блогеров, и на все, и там, и прочее. И, вон, намного ли больше сумма получается на маркинг, нежели чем на производство? Намного. Вес, сумма же рекламы входит в себестоимость табака, условно. Больше ли она, чем себестоимость? Реклама всегда дороже, чем себестоимость продукта. Дороже. Конечно, намного. Всегда дороже. А там отгрузка, логистика, это все? Ну, отгрузка, логистика, этим занимаются все различные транспортные компании, которые уже есть на рынке сейчас, и придумывают что-то новое. Ну, то есть, условно, вы там, с производства заказали газельку, довезли ее до транспорта, и отправили. Да, да, да. То есть, тоже не особо. То есть, самое большое количество денег только рекламу. Ну, изначально, в любом случае, в рекламу нужно будет тратиться, потому что, что бы ты ни сделал, какой бы ты продукт ни сделал, он никогда не будет, ну, на 100% тот, который бы хотели люди курить. И что бы ты ни выпустил на рынок, тебя все равно будут критиковать, тебе будут говорить, что что-то не то, это не так, это не так. Всегда так было и будет. И поэтому приходится потом работать над ним и доделывать. Поэтому, как многие говорили, мне там, помню, на фестивале, там, в Питере, вы бы лучше деньги вшатали, ну, в производстве, нежели там, в стенд свой. Но, кто бы об этом узнал и кто бы мне потом сказал бы эту критику о моем продукте, и что мне, над чем мне потом работать дальше, если бы. Ну, я потратил кучу денег на производство, в итоге я ни от кого не услышал мнения, потому что у меня нет больше денег на маркетинг. Я, там, неимоверное количество просто шатал, действительно, производство. А на маркетинг у меня денег уже не хватает, и меня там узнают через несколько лет, там, пять лет, допустим. И смысл. Со временем затраты на рекламу уменьшаются или они все время постоянно или только растут? Только растут. Растут с каждым разом? Конечно. То есть нет такого, что ты в самом начале бухал огромное количество денег в рекламу, вроде бы раскрутился, а потом уже люди уже, там, через зафанное радио пошло-поехало. Ну, и вроде уже меньше похвачивается будет. Да нет, всегда хочется все равно и соответствовать своей компании, и делать все лучше, лучше и лучше. Тут, условно, там, вот я был стенд в Санкт-Петербурге, на фу-клаб шел. В следующем году ты сделаешь стенд еще больше, еще красивее. Конечно, это всем, наверное, так хочется сделать один раз хорошо, потом сделать еще лучше, потом еще лучше, еще лучше. Просто на какие-то мероприятия, там, делаешь более интереснее, на какие-то менее, но формат мероприятия тоже зависит. Следующий, раз уж прошла финансовая тема, сколько зарабатывают сотрудники компании, вся компания в общем? Когда как, сотрудники зарабатывают проценты. Вот условно, допустим, сколько ты получаешь денег, чисто себе в карман, лично твоих, с одной пачки? С одной пачки не скажу, ну, скажу, допустим, в месяц, там, в районе, ну, может, 500. Отлично. Ну, условные цифры, я понятно, что никто не будет раскрывать секреты, но порядка 500 тысяч, нормально. Выгодно ли это делать? Ну, раз с таким выхлопом, то понятно, что да. Ну, выхлоп каким бы он не был, и смотря, что ты будешь этим выхлопом делать, опять же, если у нас есть какой-то заработок, мы его попускаем дальше в работу, и в карман мы себе не ложим, ты спросил, сколько ты в карман ложишь, я в карман себе очень мало ложу. То есть, именно вот, получаешь деньги с продажей? Все, что я получаю, я все отдаю обратно, то есть, именно в тот же самый маркетинг, в тот же самую рекламу. То есть, ты на эти деньги не живешь? Нет, конечно, в то же самое производство, опять же, все хотят новые вкусы покурить, все хотят что-то лучшее, там, вопросов много было, там, за консистенцию, там, все это нужно делать, ну, работать над всем. То есть, по сути, ты не, лично для себя не зарабатываешь на этом все? Особо нет. Это больше, вот, все, договорят денег постоянно. Хочется дойти до какого-то определенного уровня, занять большую аудиторию людей, чтобы тебя полюбили, людям нравился твой продукт, а потом уже, возможно, да, с этого зарабатывать. То есть, когда уже почти недело доведешься, там практически не было негатива. Стоит ли сейчас, допустим, новым людям ввязываться во все это, начать производство чего-либо, там, кальянов, табаков, либо рынок уже перенасыщен? Да, рынок будет перенасыщен, наверное, всегда, и залазить с тем же самым, типа, есть там поговорка, там, зачем придумывать новый велосипед, да потому что новый велосипед может быть круче, чем предыдущий. То есть, стоит? Да, конечно, стоит, с хорошим подходом, с нормальной башкой там, ну, на плечах, что нет, конечно, стоит. Дальше, с точки зрения бизнеса, стоит ли выделять кальянную индустрию как отдельный сегмент бизнеса? Как отдельный сегмент бизнеса? То есть, вот, допустим, есть послута, прям, как серьезным бизнесом ты считаешь? Ну, я считаю, большие деньги достаточно крутятся, если посмотреть, то есть, вокруг кальянной индустрии, кто что делает, и у кого какие просто обороты именно денежные. Ну, да хотя бы точно не маленькие деньги крутятся в этом бизнесе. Чувствуешь ли ты спад интереса людей в культуре вот этого? По-моему, нет, только наоборот, рост, только растет, да. Как думаешь, долго ли это будет продолжаться вообще? Когда народ скажет, все, я не могу курить, все, надоело, все, я уже пойду домой? Да, наверное, никогда. То есть, пока для производителя это финансово выгодно, пока у людей есть интерес, все это будет? Ну, хорошо то, что все, кто занимается бизнесом, нормально подходят к этому бизнесу, они понимают прекрасно то, что регулярно что-то нужно делать новое, что-то давать людям новое и интересное, а если ты видишь что-то новое и что-то интересное, у тебя всегда будет этот интерес оставаться в этом бизнесе. Какой момент те, кто серьезно к этому подходят, потому что есть много различных производителей, которые, допустим, выпускают какой-то продукт? Я в бизнесе говорю, ну, хрени-то поймут. Они заходят, они все бросают, ну, не вышло, не вышло, то есть они даже не пытаются что-то предпринять. Ну, так как, грубо говоря, ты открыл заведение, оно у тебя прогорело и все, ты ее опустил в руки и больше не ввязываешься. Ну, да, это же стандартная процедура, ты открыл заведение, поработал, начал зарабатывать, в итоге, а, круто, и забил хер на свое заведение, и в итоге оно у тебя прогорело через полгода. Потому что очень много таких, даже производителей есть, которые, ну, не получается, не получается. Ну, не получается, не получается. Остатки, прозам и все. Да, вместо того, чтобы что-то, ну, изменять, делать лучше, большинство таких, которые, ну, ее нахер, забили хрен, да и ладно, не получилось, не мое, значит. Вот, а с точки зрения конкуренции, были ли какие-то подлянки от других производителей, там, или вы все, там, грубо говоря, в общем чате сидите и все хорошо общаетесь? Да я вообще практически ни с кем не общаюсь, из производителей табачной индустрии. Ну, табачная, вот именно кто производитель. Не, обсуждаешь ни с кем, именно с производителями свой продукт, ни с кем? Мне не интересно, кто что делает. У меня свое направление, свой продукт, и мне интересно его делать так, как хочется мне, несмотря ни на кого. Вот, а допустим, да, то есть неинтересно даже, если там кто-то предложит с тобой, там, условно, пообщаться, тебе будет неинтересно. Именно все, сам свой подход и весь тяжелый. Ну, свое, свое видение, свое зрение на все это. Так, далее у нас немножко по всеми любимой теме, это блогер. Правда ли, что мнение блогеров сейчас очень большое значение имеют на судьбу продукта? То есть, если, условно, все блогеры засрут тот или иной продукт, он не будет продаваться и может, посуде, закрываться? На начальном этапе, когда только-только начинает компания развиваться, да, это действительно так. Если блогеры засрут продукт, все, он какое-то время, он не будет продаваться, потому что у людей не будет интереса спрашивать об этом продукте. А как потом с этим бороться, допустим, вот все блогеры засрали, все сказали, говно, никто не хочет? Как с этим бороться? Ну, вот я приезжаю лично к, допустим, тебе, ты посмотрел у кого-то какой-то обзор на продукцию, тебе сказали, ну, ты там увидел, что продукт, конечно, это хрень полная, можете, ребята, не курить, но в итоге я вот приезжаю к тебе в гости, мы садимся с тобой, начинаем курить халяна, и ты говоришь о овощах, он какую-то, по-моему, ну, лажу говорил, вот, и, походу, ему денег мало, наверное, предлагал, и поэтому он сказал, что это говно. То есть, на самом деле, нам большие проблемы создают, то есть, по всем ездить туда-сюда? Ну, проблем больше, но зато эффект лучше. Ты лично поговорил с человеком и услышал личное мнение. То есть, лучше все-таки на каких-нибудь тех же фестах, битвы без зоны сделать, нежели всем блогерам отправлять? Да. Лучше устраивать какие-то мероприятия, проводить дегустации, желательно посещать эти дегустации самому, не просто, что твои представители это проводили, а совместно с тобой проводили. Мы тоже тут больше, как минимум, знаешь, там больше подводных камней. Да. А как было с типичным колянчиком, с типичным табаком, когда подходили на стенд, начали спрашивать, а ребят просто ничего не знают. В итоге табака сейчас у сети нет. То есть, он был неудачный, еще и... В Москве с ним с соседями шло, поехало и все. На стендах, кстати, в Москве стояли. Еще зимой, по-моему, какая-то. Да, по-моему, зимой. Все, в итоге сейчас продукт вообще пропал, нахуй лапшоу они не выставились. И вот, видимо, такой подход был, потому что не доработали продукт, просто закинули его и все. Следующий вопрос – это, кому эффективнее, с точки зрения рекламы, отправлять продукт на обзор? Именно именитым крупным блогерам или, ну, допустим, условно, пять крупных блогеров, или же пятьдесят мелких? Смотря, как отправлять. То есть, если, ну, берем одного крупного блогера, у которого, там, охват, там, допустим, на одно видео просмотров, там, пятьдесят сто тысяч. Вот, условно, Айк, Джон Кальяна, там, Сашу Новокулидала, там, Густой. Может быть, они, там, ладно, пускай, там, на одно видео просмотров, там, ну, там, десять тысяч, там, сто тысяч, не знаю, там, ну, много просмотров, и у начинающего блогера, у которого просмотров, там, ну, тысяч, например, да, максимум, больше нету. Ну, зато этот блогер начинающий скажет, так как оно есть на самом деле об этом продукте, его послушают, действительно послушают и прислушаются к его мнению, потому что большинство сейчас уже тоже начинает понимать, что чем больше заплачено, тем оно и правдивее, точнее, чем больше заплачено, тем, значит, менее правдивее. И все это понимают, и, ну, к счастью, что большинство говорит, да я просто, ну, нахер уже не смотрю, а если смотрю, то не слушаю. Я просто посмотрел, увидел, ага, новый продукт, ну, можно, значит, нужно покурить, раз что-то новое появилось. Да и, ну, мне кажется, что лучше отправить как можно больше начинающим блогерам, нежели, там, пятерым, блядь, которые, ну, уже звезды каляна индустрии, гуру, которые якобы все знают и обо всех, обо всем расскажут. Считаешь ли ты, что можно купить абсолютно любого блогера? Начинающего, не начинающего, ну, вот, все зависит от суммы. Допустим, есть, условно, очень хреновый продукт, но если я заплачу нормальную сумму, его распиарим все. Да, такое, знаешь, двоякое мнение, может быть и можно, а может быть и нельзя, ну, не знаю, не могу ответить точно на 100%, смотря, ну, опять же, может, какую сумму предложат или еще что-то, ну, непонятно, такой двоякий вопрос. Просто вот условно даже, допустим, мне предложат условно даже 50 тысяч рублей за то, чтобы я распиарил продукт, естественно, я не буду соглашаться, потому что я это не для заработка делаю, но мне кажется, что 90% начинающих кто-то согласились бы, даже если не начинающих. А, ну, тоже вопрос, ну, смотри, может быть и потому, что начинающим, он, по-моему, скажет, да нет, нет, ты что, я не продажник. Я за честное там общение, там, я за честное высказывание, я высказываю свое личное мнение, по-херне на твоей бабке, типа я это, не, 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 не. Воборот, может быть, большинство начинающих блогеров и откажутся, как раз, нежели, там, те, которые уже, ну, достаточно просматриваемые. Вот это опять же суть идет, либо же блогеры делают это для заработка, либо свой канал ведут, либо, допустим, мне вот неинтересно зарабатывать с этого, мне куда интереснее приезжать на фестивали, где меня большое количество людей узнают, там, зовут пообщаться, и у меня вот куда больше интересное общение с производителями, с просто людьми. Да зачем гонится, для кого-то это бизнес, для кого-то это хобби, для кого-то это просто, ну, время развлечения, что-то, не знаю, как сказать, для кого что, ну, просто и все. А как ты относишься к критике, допустим, к данной ситуации с табаком и гуана, которые на меня обиделись? Если тебе ты отбавляешь продукт, тебе обоснованно даже, допустим, обоснованно-необоснованно, но говорят о минусах, в общем, впечатление табаки у блогера стало отрицательное. Как у тебя будет дальше отношение с этим блогером развиваться? Вот, допустим, мне условно на табак и гуана отправили продукт, я по факту максимально объективно все пытался расписать, то есть мы проводили дегустацию гостям, мне понравилось, нам, никому не понравилось, мы и так всяк забивали. Я отправил видео представителю, и в итоге игнор тотальный, и меня сейчас идет со стороны табака и гуана. Я не знаю, игуаны я не пробовал, это мне все равно, на самом деле. Ну, условно, ты отправил продукт, а блогер объективно все осталось? Лично для меня объективная критика продукта, конструктивная критика, а не так то, что, а, блядь, к этому продукту, да хера вопросов, ну и ладно, я пошел дальше, хотя там я стою буквально в двух-трех метрах от этого человека. Зайди, подойди, задай вопросы все и скажи конструктив о том, что не так с продуктом, объясни, почему, зачем и как, почему он тебе не понравился. Тогда не будет негатива. Конечно, тогда не будет негатива. Если мне человек говорит конструктивную критику о том, что, как я могу исправить продукт, если мне не говорят, что в этом продукте не так, что не нравится, что было бы лучше, что изменить и так далее. Как я могу сделать лучше, если мне ни хера никто ничего не сказал. Конструктив, он всегда крут, и похер, какая критика хорошая, плохая, там, ну, какое мнение, блин, конечно, хорошо, как хорошее мнение. Это плохо, потому что? Да, это плохо, потому что. Это плохо, а почему не скажу, просто говно. Да, это просто говно и пошел под жопу. А считаешь ли ты, что сейчас, чтобы выбиться, будет аудитория все получить, блогерам приходится подвисываться к большинству производителей и о большинстве минусов умалчивать? Для того, чтобы к нему было хорошее отношение со стороны производителей? Да, не знаю, я люблю правду, короче. Люблю, когда все честно. Блин, херовый продукт, скажи, что он херовый. То есть лучше правды, чем лезть? Да, конечно. Лучше правды, чем лезть, и, блин, зачем люди там в глаза говорят одно, а потом в блогах говорят другое, и нахер мне такое отношение? Ну, это неинтересно. Ты никому не платил за то, чтобы, допустим, блогер умалчивал каких-то минусов? За то, чтобы умалчивал? Нет, никому не платил. За то, чтобы делали обзоры, да, платил. Ну, это понятно, да, что многие крупные, потому что им очень много продуктов присылают, это очень много времени. Да, и то некие люди, которым я платил денег за обзор, когда в глаза мне говорили, что, о, блядь, чувак, крутой продукт, а вообще все круто, а потом в обзоре говорили, что это дерьмо. Ну, ну, тоже, как с такими людьми вообще общаться, как с ними разговаривать, вот как, я не знаю, как. Так, далее. Ближайшие планы на будущее? Да планов вообще очень много, на самом деле. Все постепенно. Призосы кальяна, каких-нибудь там чашек сварили? Да, первый кальян прототип мы уже сделали. А, то есть кальян еще? Да, прототип мы сделали, просто мы его не показываем пока. Чаши, у нас тоже есть первый прототип, мы тоже сделали, они достаточно клевые получились, я помню, показываю. Вот чашки нет, слушай, вот с кальяном, я еще попытаюсь угадать. Стилистика черный цвет, максимально сдержанно, ты любишь BMW, это будет черный кальян из карбона. Нет. Либо там будет какие-нибудь хромовые вставки, знаешь, как-то на BMW. Ну, блин, да, это достаточно просто, ничего такого там, вау, крутого, просто хочется, чтобы было вдвоем и все. Максимально сдержанно, я уверен, что будет максимально сдержанно. Максимально сдержанно, да. Максимально сдержанно, возможно, что он будет черным, да, как вариант. Прямо какие-нибудь там розовые цвета, стрелок, рука стоит, допустим, там, желтый. Нет, 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 у нас сама стилистика компании, у нас все максимально сдержанно, я и сам за простоту, за красивую простоту, чтобы это было строго, стильно и при этом красиво. Все силы минимализма, тебе? Да, все силы минимализма. Портрет потенциального потребителя твоего продукта, допустим, начинающий, который только втягивается, какие-то опытные кальянщики, которые курят какую-то неимоверную крепкую жесть, или твой продукт больше для дома, или больше для заведения. Кто больше покупает? Кальянные, просто потребители домой? Да, блин, мне кажется, он всем подойдет. Ты хочешь полегче, хочешь полегче, есть продукт полегче, хочешь покрепче, есть продукт покрепче. То есть нет определенного контингента, допустим, доха, допустим, только для... Да нет, наоборот, стараемся работать на более расширенной такой акцентурии, то есть, да, сделать, максимально расширить диапазон наших клиентов. Вот стоит, допустим, у меня есть табак, который я условно открыл каждый день, давай условно возьмем всех заебавших Дарксайд, и, допустим, назови три причины перейти, попробовать и по возможности перейти на постоянную кухню этого продукта. Да ты сам только что сказал, заебал, потому что... А раз, причина? Ну, ну, качество продукта, само, само, вообще, ну, блядь, тебе не знаю, как сказать, то есть, да, действительно, качество продукта, цена, что еще? А, ну, качество и цена. Ну. То есть, хорошее сырье, цена и потому что это что-то новое. Да, наверное, да. Нормально. Дальше. Твое отношение к курению как к разрушению организма? Да, похуй, один раз живем, как бы. То есть, тебе никак, у тебя совесть не мучает то, что ты производишь продукты, которые забивают людей? Да не хотите ничего. Что-то вопрос, а ты придумал-то, ну, ём-а-чём. Не хочет, кто не хочет, тот не курит, как бы. Я не знаю, я ничего не вижу плохого в том, что куришь кальян. То есть, в компании, допустим, которые производят сигареты, их никак совесть не будет мучать то, что они там делают массовое убийство население? Да, и нет, конечно, никому ничего не будет мучить, это делаю выбор каждого, кто хочет. Считаешь ли ты, что табак для кальяна всё-таки кальян убивает людей? Кальян убивает людей? Ну, ускоряет их смерть. Да, блин, вообще всё подряд ускоряет кофе, чай, там, я не знаю, лимонад. Мне кажется, просто пойти погулять в той трассе, это куда больше выхлопа я надышусь, чем покорять кальян. Да много всякой херни, я знаю, на улице просто, если на всём зацикливаться, дома сиди тогда. Ну, пойди, пластиком шарю. Да, пластиком шарю. Антон, это вопрос у тебя прям топовый вообще. Антон старался. Отношение твоё к антитопачному закону, как затронуло твоё производство, скользуется ли на продаже, там, что-то? Да, блин, затронул, как, ну, проблематично. Закцали, вот, допустим, ужесточает закон, будет ли как-то меньше покупать, там, или у тебя есть какие-то... Меньше покупать в любом случае никогда не будет. Акцесс? Покупать никогда меньше не будет. Если люди что-то делают, неважно, какая цена будет, если сигареты дорожают, цена растет, на тихо все будет. Как курили, так и будут курить. Никому ничего не... Когда не помешает никакая страшная картинка, там, с гангренами или ещё что-нибудь. Как все курили, так и будут курить, мне кажется... То есть, условно, всё равно, там, поднимется цена, поднимется, поднимется. Все пары поругаются и забьют. Да, просто будут покупать там пачку на двоих, например, на езда. Да, ну у меня условно, когда я еще учился в универе, была у нас парочка, которые покупали комплексный обед и ели супы на тарелке. Ну вот условно, грубо говоря, так. Были у тебя какие-нибудь случаи общения с правоохранительными органами? Да, конечно, я же получал аксесс. Именно с точки зрения, ну не с точки зрения того, что я вот пришел, я молодец, хочу получить аксесс. А то, что ай-яй-яй, ты делаешь табак для кальянов, давай-ка мы тебя там оштрафуем. Нет, я же все по закону взял. Все, конечно, я получил декларацию, соответственно, качество, получил аксесс. Ко мне приезжали проверки, смотрели мое производство. Сложно было получить, потому что сейчас очень многие, когда вот только начали активное аксессирование всех продуктов, говорили, что это очень сложно его получить. Ну да. Там нормы хранения аксессных марок, само производство, ко всему остальному. Были какие-то особые подготовки производства именно к аксессированию? Да я очень долго его получил. А, сложно. Никому денег не пришлось заплатить? Типа, давай-ка я тебе подкину, там, закрой глаза там на что-нибудь. Нет. То есть все более обменяем спокойно? Да, блин, есть перечень, там, того, что нужно тебе сделать. Ты собираешься, делаешь, доводишь все до того, чтобы минимум претензий к тебе было. И, ну, учитывая, что для меня это что-то новое было, претензии в любом случае были, как бы, вопросы много задавали. Просто приходилось доделывать, переделывать что-то, что было не так. Я, допустим, общался с другими еще производителями, кто получал аксесс, говорили, что им приходилось платить. Потому что душили их только так. Не знаю, мне ничего не приходилось платить, мне приходилось платить налоги за аксесс и все. И все. Ну да, там, процент прибыли. Говорили, что там на лапу давали, тому, тому, тому. Потому что их не пропускали. Без коррупции у нас все было. А у тебя есть ли какие-нибудь планы выйти на рынок за пределами СМГ, допустим, на Европу, на Америку? Конечно, есть планы. И нужно ли это? То есть больше ли там будет, условно, покупать продукции, нежели в России? Ну, вопрос, больше, не больше, это пока непонятно. Мне кажется, больше-то. У нас в России сумасшедшая страна. Мы выкуриваем, по-моему, вот такое количество нереальное продукции. На самом деле, мы очень далеко от, допустим, от Ирана, того же самого, который в день там выкуривает. Такое количество бока, которое мы за месяц все ресивы курим. Да? На меня они в курсе просто. Очень много, то есть. У нас, условно, как колено. Если, допустим, просто курить колено, там раза два в неделю хуже выкурить, ну, там, может быть, дома иногда. Там где-то все-таки культура, они там курят с утра, днем, вечером, перед сном, после завтрака. То есть в коленах 5-6 стабильно каждый человек в день выкуривает. То есть там весна больше. Ну, мы с Ираном не общались. Мы только пока общались с Германией, с Америкой. И я не знаю, честно говоря, какие у них объемы и насколько много они выкуривают. Мы полноценно туда не заезжали, еще не заехали. Ну, а так, конечно, план в любом случае есть. Попробуется. Это интересно все равно. Ты сделал новую линейку, которая полегче, чем нежели, которая есть сейчас. Все-таки больше народ что хочет? Угреть более легкое или все-таки все гонятся за крепостью, потому что ты, условно, тратишь деньги за продукт, и ты хочешь за эти деньги получить максимальный крепкий? Потому что есть такое мнение, что чем продукт дороже, тем он должен быть крепче. И не хочется платить большие деньги за легкий корпус? Или есть у тех, кто курит полегче, побольше? Те, кто курит полегче, их намного больше, в любом случае. Кто курит покрепче, это уже большинство, ну, кто давно в кальяной индустрии, такие заядлые курильщики. В основном, это, наверное, большинство, там, даже, может, каких-то сотрудников кальяной индустрии, там, с кальянах, кальянщики, там, или просто, там, директора каких-то заведений. В основном, конечный потребитель, в основном, намного легче с кальяной индустрией. Я, допустим, сейчас, условно, курю, это у нас, как раз, легкая линейка, да? Да. Легкая линейка, я вот просто курю вкусный кальян, пускаю, а ты мне не чувствую, допустим, чувство расслабления, которое хотелось бы. Потому что, все-таки, привык курить очень крепко. Но, допустим, если даже я, допустим, забил такое коленце, и должен пуприть, я не расстроен. То есть, я абсолютно просто вкусно курил и не напряжен. Я вот раньше-то курил тоже только крепкие колена. Но надоело все равно. И я перешел на более легкие. Куришь более легкий, как, ну, приятное курение, ничего тебе не перешит, нигде, ничего не... Просто спокойно, 3 рубля стоишь, вот, у тебя 4 вообще все это время стоит. Да, 4, да. И просто вкусно, просто спокойно, и никаких проблем, не знаю. Может быть. Может быть. И стоило бы делать крепче, но все-таки лично я не вижу смысла сейчас делать крепкие продукты, потому что есть Доха, есть Фрегат. Ты можешь тот же самый Щербетли сделать крепче там же. Ну, это мне тоже маленько все равно. Ну, плюс-минус примерно. Нет, мне нравится вкус Доха. Вот, но это, опять, я, допустим, не особо чувствую, потому что я при Дохе через медвах, я очень сильно привык, и Доху, как в колене, я особо не воспринимаю в плане ароматики. То есть, то есть, для повышения крепости. С Фрегатом то же самое, давит горло, прикольно. Ну, вот, опять же, если ты хочешь, у тебя очень плохой день выдался, у тебя много проблем, ты прошел вечером, накурился, лег спать. Херовый день выдался по делам, где скорее выпить грамм 200 не станет хорошим днем. А так, допустим, ну, просто по плечу легкое тоже прикольно. Да, конечно. Это повседневное курение, скорее всего. Более легкий колянок, повседневное курение, а более крепкое, то есть, ну, это уже такое индивидуальное... Ну, я так же думаю, что это все так клево. Неохота даже просто убивать. Поскольку я еще колянку люблю минут 20, мне просто надоедает, поэтому там все эти 20 минут давиться плюс-минус, условно, уже не хочется. Какие у тебя планы на Хуклапшоу? Давай какую-нибудь инсайтерскую информацию, какие-то новинки, может быть, ты уже презентуешь кальян? Да, возможно, мы презентуем все-таки Хуклапшоу кальян. Возможно. Ну, блин, честно, я пока еще не думал о Хуклапшоу. Я не знаю, как только узнал, что уже начинается продажа, я думаю, уже планирую. Нет, у нас всегда все в последний момент, там, за месяц, за два. Начинается вся подготовка. Человека все, в последний день оставить. Да, за месяц, за два вся подготовка начинается. И, блин, каждый день это что-то может просто меняться, 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 чтобы новое приходить в голову, что-то какие-то новые продукты ты можешь придумать, там, мы сейчас с тобой с этим, я вышел отсюда, придумал что-то новое, завтра пошел, сделал. А вот теперь я вот это еще и презентую тоже на Хуклапшоу. А может, я ничего не придумаю, я ни хера ничего не презентую. Но будет вот черный, буртальный, большой стенд. Да. Такой же стильный. Это круто, красиво, мне нравится. И будут, опять же, девушки без купальников. Красивые. Они не страшные, целлюльные. Так же красивее. Мы за красоту. И за простоту. Если она будет, то это будет. Потому что вот на стенде Зеро были самые красивые, самые нормальные девушки, которые не сиськами налево-направо не кидались, без стирюли. И прям было очень стильно, очень прикольно. Качество, стиль, красота. Это точно было. Если бы не вискарь, я бы запомнил все получше. Вот. Потому что у вас даже были маленькие шоколадки. Красивые. Они вкусные были, они были молочные. Они были горькие. Там горький шоколадок. Я помню. Вот это я помню. Они были молочные. Нет, черный, черный горький шоколадок. То есть черный-то я помню. Они показали, что они молочные. Нет, горький шоколадок. Я помню, я вискарь заедал. Потому что у меня гола закончилась. А есть какая-нибудь вспоминающая или смешная история известная? Какая? Смешная. Смешная, что та ситуация, сколько я запомнил, значит, сева. Дальше, если бы не вали. Давай какой-нибудь, представь, ты стоишь на стенде. Какой-нибудь пьяный чувак начинает что-нибудь очень дикое и неадекватное спрашивать. Да блин, нет. У нас на стенде все достаточно культурно, цивильно проходило. Да, спокойно. Наверное, все-таки энергетика. Любителей халявы много? Я подошел на сцену, дай, дай что-нибудь, дай захапать. Это как на вейв-фестивалях, которые подходят и лишь выжившку бесплатно захапать. Халявы все же любят, и как бы это нормально, и я люблю что-то на халяву, и так же, и ты. Да это, блин, нормально. И все хотят каких-нибудь подарочков. Да это прикольно даже, наверное, что-то получить от какой-то компании. А что ты считаешь лучше? Дать какой-нибудь мерч, допустим, там, какой-нибудь мундштук, футболку, что-нибудь такое, или же просто табака ты. Да нет, мерч какой-нибудь. Мерч, я тоже считаю, что мерч куда лучше. Ну да, он останется у тебя на памяти, и ты будешь вспоминать потом у нас. Значит, как минимум ты с этим мундштуком еще ходишь, это еще какая-никая реклама, там, футболки. А табак ты вскурил, и все. И забыл. И забыл. Возможно. А возможно нет? Возможно нет. Потому что сейчас очень много всяких продуктов, очень много. И сейчас лично я уже почему-то раньше я оценил продукт только с точки зрения, именно как он курица, как он по крепости, как он по вкусу. А сейчас я как-то перешел на то, что я встречаю именно по упаковке. Потому что очень много людей, кто не заморачивается с упаковкой. Я думаю, что такие закончились, пока я не буду называть продукты. Мне просто дают продукт, показывают. Там условно упаковка, наклейки, которые в пейнте нарисовали. И каким бы клевым ни был этот продукт, у меня уже плохое впечатление о нем. Потому что у него плохая упаковка. Да блин, всегда по одежке встречаются. А раньше почему-то так не запаривались. Да, не знаю. Это плюс-минус там какие-то... Условно-то же тот же самый спектрум, который просто в пакетиках повалял. Ну, в итоге они перешли на... На красивую, стильную упаковку. И рано или поздно все придут в красивую упаковку. Да, конечно, все придут. Но вообще для меня самого в первую очередь. Если ты что-то даешь у себя на рынок, блин, это должно в первую очередь нравиться самому себе. Но мне... Сам первый вопрос купил бы ты или сам такой, если бы застоял в магазине условно? Да, первым делом, когда заходишь в магазин, элементарно в глаза бросаются. И интересно, что это такое. Ну, хочется посмотреть, что там внутри. Ну, взять просто-напросто. Даже элементарно из той же самой упаковки. Нет, блин, внешне видно. Словно, та же самая, допустим, тряпочка с макбуками. Это очень клево и как-то подкупает к себе. Просто маленькая тряпочка. Да блин, да все, что красиво и стильно, это, блин, с ней все подкупает. Я просто должен это показать. Давай. Это о новой маленькой упаковочке. Вот купили бы вот такую пачку. Это стильная маленькая упаковка, которая не занимает много места, очень стильно смотрится. И знаешь, что внутри? Напишите, на что это похоже. Давайте. Я уверен, что на 90% скажу правильно. Кто сейчас подумал, что это салфетки, вы ошибаетесь. Пишите, на что это похоже. Это шампунь. Это охренительно, это охренительно. То есть один пакетик на одну забивку, это, наверное, единственный производитель, кто об этом подумал. Что бы я... Там три пакетика по 20 грамм каждому. 60 граммов. 60 грамм, да. То есть ты достал из пакетика, пересыпал в чашку и выкинул. Ничего не течет, нигде не рвется, у тебя нет кусков табака по всей квартире. Вот. Грамотный, хороший подход. Мне нравится. Я достал пакетик, убрал обратно пачку в карман и все круто. А если девушка уйдет в пакетике, лежит где-нибудь в машине, в кошельке, а это что такое? Ну, это будет очередной повод, чтобы с девушкой поговорить. Ей покурить кальян. Да, и потом с ней покурить кальяна, и потом, может быть, достать из другого кармана что-нибудь похожее. После кальян? Да. В общем, вот такой, я не знаю, сколько это все длилось, вот такой 40-минутный обзор. Мы немножко, может, поврезаем, может быть, нет. Всем спасибо за внимание. С вами был канал FUKOLIFE. Это был Руслан, производитель Добака ЗР. Надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно, мы более тесно с тобой наконец познакомились, пообщались по продукту, по общей концепции индустрии, по дальнейшему развитию. В следующий раз, наверное, увидимся на сыром фесте, кстати. А что в следующий раз? На сыром фесте увидимся. Да, после завтра увидимся. После завтра, а потом увидимся на FUKOLIFE SHOW с Ксенией. Не обещаю. Но я надеюсь. Всем спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Ссылочки на ЗР.